И снова здравствуйте, продолжаем тему свадьбы и околосвадебных вопросов. И свадьбы. Ну что, ну вот, не все девочки, не все, или девочки, с самого детства мечтают о свадьбе, или это лишь стереотип? Вот первый вопрос, который мы адресуем нашей гости, психологу Светлане Шиховцовой, правильно? Шиховцовой. Правильно, правильно. Шиховцовой, правильно. Да, все правильно, да. Светлана, ну, да вам доброе утро. Доброе утро. Во-первых, во-вторых, белоснежное платье на свадьбе. Есть такой стереотип, он нужен всем девочкам или нет? Все ли о нем мечтают? Всем ли нужна такая свадьба? Если мы будем с вами рассматривать историю костюма, да, то, в принципе, платье свадебное никогда не было белоснежным. Оно всегда было с какой-то обережной вышивкой, да. То есть, что такое свадебное платье? Оно как-то выделяло ту женщину, собственно, которая выходит замуж. Если мы с вами посмотрим, например, в той же самой Индии, там нету белого саря. Там красный цвет, да. Там красный цвет, да. Поэтому это, скорее всего, видимо, какой-то исторически сложившийся факт, что женщина стала двадцать белым. Но это же означает чистоту, белый цвет. Ну, наверное, да. В каждой стране ведь по-разному. Мы говорим сейчас вот конкретно о нас. Конкретно о нас, если говорить, то, конечно же, большинство девушек мечтают именно о белом, пышном, красивом платье, потому что воспитываются так, что ты должна вырасти, выйти замуж, у тебя обязательно должна быть свадьба, да. Поэтому однозначно, что это желание, ну, большинство девушки, они в сказках растут, а там принцессы. А вот у меня тогда рождается логичный вопрос. А это сказка для девочки или это давление какое-то психологическое? Потому что если ты не вышла замуж, вот как вот положено, то, значит, ты какая-то не такая. Да, после тридцати уже молодым девушкам уже начинают все задавать вопросы вокруг. Замуж-то когда? Замуж-то когда? А часики тикают. Это давление или это праздник? Я думаю, что это все-таки праздник прежде всего. Ну, давайте признаемся, да, и скажем, что мы ведь не каждый день устраиваем себе праздник, да, с большим количеством людей, с красивым нарядным платьем, с макияжем, с прической, да. Это такой повод действительно закатить некий такой бал, да, на тему того, что я стала взрослой, что я перехожу из одного состояния в другое. Поэтому это больше праздник, чем давление. Ну, конечно, нужно учитывать многие факторы, то есть, собственно, что с этой женщиной происходит, в каких она отношениях с каким мужчиной. Да, потому что есть одно дело, значит, просто хочется устроить праздник, поэтому, ой, выйду-ка я замуж, устрою праздник, да. Либо, да. Но мне нравится такой вариант. Да. Нет, либо еще такой вариант, то, что вот действительно под давлением уже родственников и знакомых, что, ну, действительно, ну, 30 лет, ну, пора, ну, хоть один раз схожу, да, для приличия, чтобы отстали. Вот так вот часто ли такое бывает? Мне кажется, сейчас это не часто бывает, потому что сейчас женщины более самостоятельны и независимы, да, и они сами могут выбирать, выходить им замуж или нет. И поэтому сейчас женщина редко поддается этому давлению, хотя, опять-таки, если мы будем, например, брать некие слои населения, где, например, есть женщина в мусульманстве, да, девушки, там, конечно же, у нее вариантов нет. Она выйдет замуж однозначно, да, потому что она находится, ну, скажем так, в таком воспитании очень строгом, да. Если мы говорим о девушке светской, то есть та, которая, там, вышла из-под крыла родителей, сама себя обеспечивает, зарабатывает, учится, у нее есть право выбора, поэтому она может этому давлению совершенно не поддаваться. Да, Светлана, а сейчас девушки затягивают, либо все-таки так же вот, ну, торопятся, да. Со свадьбой? Да, или все-таки нет, мы еще подождем, я еще не встретила, мне еще рано, мне вот 35, ничего, это нормально, 40. Какой средний возраст? Да, тоже ничего страшного, да. Я думаю, что здесь ответ однозначно, когда женщина встречает мужчину, за который она хочет замуж, она и не затягивает, и не торопится, то есть она просто хочет за него замуж. Сему свое время становится. Конечно, да, то есть самое же главное найти того человека, с которым ты хочешь быть вместе. Ну, окей, мы знаем, что есть убежденные холостяки. Холостячки. Значит, есть убежденные холостячки, наверняка. Опишите, пожалуйста, образ женщины, которая принципиально не выходит замуж. Да, и почему так случается? Почему так случается? Ну, скорее всего, это женщина уже старше, может быть, 25 лет, действительно, да, с высшим образованием, которая сама себя очень хорошо обеспечивает. Возможно, та, которая уже разочаровалась в отношениях, да, она в них, может быть, была. И сейчас она, ну, немножечко встает в такую позицию, что мне никто не нужен, да, я тут вот такая вот вся сама, вся сама. Но это вот та, у которой есть право выбора, да? Да, у которой, даже, знаете, тут не про право выбора, а та, которая очень уверена в себе и знает, что она может с этим справиться, да, что если, ну, как бы, что одиночество – это не приговор, собственно. Да, вот. То есть она себя комфортно в одиночестве чувствует. Совершенно, да. Ну, и потом, давайте не забывать, что отношения – это очень большая работа. Да, конечно. Понятно, что первый месяц, конечно, когда мы влюблены, нам все прекрасно, да, а когда мы в быту-то встречаемся, и вдруг оказывается, да, что прекрасный принц, ну, такой же прекрасный, но не очень. Да, вот, Светлана, вот я как раз об этом хотела говорить, поговорить, вот бытует такое мнение, то, что вот до свадьбы нужно пожить вместе какое-то время, чтобы узнать избранника, подходим, не подходим, вот как вот вы к этому относитесь? Или все-таки, ну, нужно вот… Сразу. Сначала замуж, не жениться. Это такой сложный вопрос, на самом деле, потому что если мы говорим, например, о девушке, которой, там, допустим, 18 лет, да, она еще очень молода, да, и вполне, может быть, невинна, то ей, конечно, вариант пожить не подходит, да, ну, то есть это как, то есть возьми меня на прокат, да, давай попробуем, да, потом решим, надо нам это или нет, то, конечно же, наверное, в этом возрасте я бы не стала рисковать, да, но, опять-таки, если возвращаться к народным истокам, всегда была помолвка сначала, да, и где-то год примерно присматривались к друг другу, то есть это не означало, что жили вместе, но жених приходил очень часто, да, к невесте помогать по дому, то есть он вот в быту помогал мужчинам, да, он показывал себя, какой он вообще, собственно, есть, он за ней ухаживал, и за год они понимали вообще, вот как у них сложилось или нет. Вот это очень хорошая традиция, на мой взгляд. В конце у нас остается буквально несколько секунд, самый главный вопрос свадебный, как провести свадьбу, как настроиться на свадьбу так, чтобы все прошло хорошо, чтобы и гости, и жених, и невеста были довольны, что нужно держать в голове, какую мысль? Я думаю, что в голове нужно держать самую главную мысль, что мне должно быть весело и комфортно. Это праздник. И нужно делать всю жизнь, причем последующую, а не только во время свадьбы. Вот сегодня навсегда. Светлана, спасибо большое. Будем надеяться, что советы окажутся полезными.